Каждый день, выходя из подъезда, в жители дома номер 151 по улице Лакина видят довольно неприглядную картину. Двор раскурочен настолько, что трудно пройти по нему, не испачкав ног. А ещё можно запросто провалиться в канавы, которые оставили рабочие, положив бордюрный камень. Жители дома обеспокоены. В случае ЧП экстренные службы просто откажутся сюда ехать. Вчера мою жену забрали в скорую помощь. И мы с соседом вынуждены были её транспортировать сюда, в это место, потому что без машин скорая помощь не могла проехать. Если будет пожар, будем гореть ясным огнём. Наша съёмочная группа во двор на Лакина приехала в разгар рабочего дня. Но бригады мы не застали. Отсутствие рабочих можно списать на недавний дождь. Кстати, обильные осадки тоже прибавляют к головной боли коммунальщикам. По словам местных жителей, в ливень проезжую часть сильно затапливает. Выход для воды один – вот этот узкий жёлоб. Вот всё, всё залито. Вот тут был хороший ливень. Это одно. У нас всё туда сплыло, там пять машин утонуло. 153А. Вот прям, ну, чуть не по стёклу. Вот, там тоже ливенёвки нет. Может быть, оно бы справилось, но там-то тоже не уходит. Куда она делится? Вот и всё. Кроме того, жители хотели бы организовать во дворе стоянку авто. Для этого необходимо расчистить площадку. Кустарник можно пересадить. И прямо здесь, рядом, сделать тротуар. Потому что, ну, как детям ходить здесь? Вот площадь, вот посмотрите сюда, какая площадь. Здесь расти уже ничего не будет. Здесь могут быть машины? Конечно. Это же прекрасная стоянка для машин. В таком виде двор находится уже больше недели. Говорят, жители и переживают. С началом осяних дождей ситуация может усугубиться. В мэрии горожан спешат успокоить. Работы никто не бросил. Рассчитаны они на 21 день. Задействована территория пяти жилых домов. Цена контракта довольно высока. Порядка 7 миллионов рублей. На официальном сайте администрации города Владимира мы создали, уже, кстати, не первый год действует, специальный сервис объекта ремонта на карте города Владимира. Заходите на сайт, на главной странице. Не надо никуда углубляться. Увидите этот баннер. Кликайте и сможете найти весь перечень объектов ремонта этого года. И дворов, и проезжей части, и тротуаров, и скверов. Благоустройством территории Налакина занимается Владимирский подрядчик. Если в сроки он не уложится, фирму ждут штрафы и автоматическое попадание в чёрный список. Из обязательных работ Налакина выполнят не только тротуары, но ещё и установят детскую площадку и тренажёры. Причём большая часть средств на это выделена из городского бюджета. Что касается парковки, то здесь 50% придётся оплатить жильцам, приняв решение на общедомовом собрании. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.